За все лето в Лекском районе было всего три дождя. Жара, большая сухость, а значит и вероятность возникновения пожара была очень высока. Главный лесничий Сергей Спицын говорит, что инспекторы в такой опасный период работают без выходных, без праздников, ежедневно объезжая лесной массив для проверки, а также наблюдая за обстановкой в лесах через систему ГЛОНАСС. Больше патрулирования, больше проведения разъяснительной работы, то есть с населением, в прессе. Как результат, на данный момент площадь пожаров у нас за аналогичный период сократилась вдвое. Всего лишь один пожар в лесу этим летом случился в Лекском районе. Его оперативно потушили. Однако относительно спокойная обстановка – это результат напряженной работы на предупреждение. Ведь подавляющее большинство возгораний по-прежнему происходят по вине человека. Отдыхая на природе, бросают спички, оставляют незатушенные костры, и таких людей бывает трудно призвать к совести. Иногда, как бы, с природы, в эмоциях они употребляют лишнее. Приходится привлекать и оперативную группу полицейских, которые, кстати, никогда не отказывают, помогают, и, значит, разрешать этот спор с полицией. По словам министра лесного хозяйства Виктора Танких, нынешний год был довольно сложным в отношении пожароопасной обстановки. Было 52 возгорания. Однако, небольшие по площади их удалось ликвидировать буквально за час-два. За исключением преслабутого пожара в Васильевке, где обстановку осложнял шквалистый ветер. Потери лесного фонда из-за огненной стихии незначительные. В целом по области 160 гектаров. Мы знаем нынче уже, чем тушить пожары, кем тушить пожары. И мы нынче не раздуваем щек, кто кого важнее, кто кого нужнее. Мы вместе с МЧС, добровольными пожарными охранами, лесопользователями и просто гражданами нашей Оренбургской области. И если что-то загорелось, мы все вместе наваливаемся на нашу беду. У работников лесного хозяйства есть не только напряженные трудовые будни, но и свой профессиональный праздник, который они будут отмечать 20 сентября. Специальный репортаж о лесной отрасли Оренбуржья, представителях этой профессии смотрите в это воскресенье в программе «Итоги недели». Анна Золотухина, Влад Горбунов, Новости дня.